МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Не хочу быть оригинальным и задам тот вопрос, который вам уже задавали, но вы очень развернуто на него отвечали по поводу происхождения вашей фамилии. Это какой-то населенный пункт где-то на Украине. Это конкретный город Сатанов на Подольщине, получивший город еще во времена Магдебургского права. То есть он был городом, когда Москва была еще деревней. А вы в этом городе бывали? Нет. Там всех евреев перебили во время войны, спалили в местной крепостной синагоге, благодарные жители. Поэтому, ну, чего туда ездить? Как-то это все грустно. Еще до революции все переместились в Екатеринослав, он же Днепропетровск. Вот те поколения, которые там были, ну, этот город знали. Так что с Днепропетровшиной мы. На основании чего я в свое время и предложил идею о том, что губернатора этой области, Коломойского, имеет смысл повесить перед синагогой золотая роза в назидание будущим поколениям, чтобы жлобов губернаторами не назначали. И он как-то, по слухам, забеспокоился. Какое-то время ждал киллера, потом даже и перестал. А вот вы известны своими такими маргинальными заявлениями, и при этом вот манерами... Маргинальные заявления дают бомжи. А что вы имеете в данном случае? Ну, маргиналы – это у нас некоторая часть Думы, вот там, или Совет Федерации, а также там люди, которые запрещают бэби-букс или борются против абортов. Это в основном маргинальные заявления. У меня заявления мрачные, злобные, ну, так я пожилой, злой, бородатый мужчина, что у меня. Так что... И про родителей расскажите. Были ли они злобными? Откуда вообще это вот... Папу старались не трогать. Да я тоже добрый. Мне лучше, если меня не трогать, то я вообще пушистый-пушистый. Если трогать кого-то при мне из тех, кто за себя постоять не может, ну, можно не успеть уйти, а можно и не уцелеть. Нет, Папу был замечательным инженером, конструктором, одним из создателей непрерывной разливки стали. До войны в его позднем детстве и ранней юности приходилось ходить с ножом во время войны с парабеллумом. Одесса тех самых времен, когда ликвидацию там снимали. Ну, он был большой хулиган, но он, при этом, был очень добр. По уху не промахивался, вот и меня, собственно, научил. А мама совсем была ангелом, да и сейчас, хотя я уже очень много лет, 92. Ну, она была из семьи крайне интеллигентной. Такая недобитая дореволюционная купечество, перешедшая плавно в офицеры военно-морского флота, генералы, металлурги и много кто-то еще. Тех строили страну, много чего построили. Вы единственный ребенок в семье? Нет, нас двое. У меня есть старший брат, с которым мы окончили один институт, одну группу в одном институте, но с разницей в пять лет. Это мой промесист, да, говорим? Да, стали из плавов прокатка. МО-75-1 была у меня, МО-71 у него. Тот же самый институт Гипромез, оба. Я в трубопрокатном отделе, он в прокатном. Тот же самый завод Сирп и Молот. Ну, я в сорто-прокатном цеху ушел кормить семью, а он через год после меня ушел в прокатный цех, все нормально. Ну, просто он уехал в Израиль, когда все окончательно рухнуло. А я более рисковый человек, я остался. В каком году он уехал? То есть, когда все окончательно рухнуло, ваше системе координатов? В самом начале 90-х. Нет, в данном случае страна-то прекратила существовать, как известно, за три дня 91-го года. Ну, вот его жена посмотрела на то, что творится вокруг, поскольку она человек русский, из Подмосковья. И у нее есть генетическая память, наверное, со времен крепостного строя, чего бывает с холопами, когда панны дерутся. Она решила не дожидаться, пока чубы у всех затрещат. Ну, так случайно получилось, что вот все то, что сейчас на Украине, у нас в таких масштабах не произошло. Ну, это же случайность. Распад империи вовсе не обязан не быть кровавым и повсеместным. Пронесло у нас тут. Может, потому что соседей по Советскому Союзу не пронесло очень многих. А могло и не пронести. А вы с женой обсуждали такую же перспективу отъезда в тот же период? Нет, ну, не обсуждать-то особо нечего. Я, к сожалению, наверное, для окружающих меня достаточно жестко командный человек. Поэтому, когда, если бы было видно, что страна завтра развалится, надо выводить жену и детей из-под удара. А потом уже принимать решение либо уезжать, либо возвращаться и переходить к партизанской войне. И пару раз в моей жизни, в 91-м, в 93-м, были ситуации, когда надо было размышлять над тем, вот чего сейчас будет, если будет как-то не так, как это было. Ну, вполне возможно, что, может, и перешел бы к партизанской войне. Я же злой человек. При всей доброте души своей страну жалко, было страшно. Ее сейчас жалко, но уже не так остро все разваливается медленно, с придыханием на тему вертикали колен и всего остального. Ну, значит, мы идем эволюционным путем. А эволюция уже позволяет вам надеяться на то, что страна выгребет. Ну, и тогда что, собственно, если она выгребет? Может, и не выгребет. Но если все гребут, то, может, и выгребет. Ну, а как же разваливается? У нас вдруг неожиданно, ну, для меня, допустим, неожиданно, выяснилось, что у нас появилась армия, которой не было. Для вас это было неожиданностью? Для меня было неожиданностью, что в кои-то веки умное кадровое назначение вместо того безобразия, которое мы наблюдаем, это большая неожиданность. Понимаете ли, у нас есть и было все. Наука, промышленность, армия, сельское хозяйство, людей по количеству половины Соединенных Штатов. Была замечательная школа и были великолепные вузы. А потом вы ставите либо болвана, либо ворюгу, либо циничного карьериста. И у вас за удивительно короткий период ничего не остается от чего угодно. Хотите от армии, а хотите от академии наук. Хотите от школы, которая, вообще говоря, сейчас похоронена. А хотите от страны. Тем более, что империи-то разваливались не одна в исторический период. На сегодняшний момент отдельно взятые кусочки. Армия, ну спасибо Шойгу. А разве не Сердюкову? Разве не он вот эти реформы проводил? Васильевой спасибо, что она начала его разводить. И его сняли в рамках нашего нормального феодализма. Васильева вообще герой Российской Федерации, с моей точки зрения. Если бы не она, мы встретили бы Крым, а затем и Сирию с министром обороны Сердюковым. И вот это было бы очень грустно. Реформы – это некоторый элегантный способ назвать уничтожение стационарно развивавшейся системы, достигшей определенных успехов, и разворовать ее вполне себе с успехом. Вон 25 с лишним лет реформы школы. Школы нет, а реформаторам все хорошо, им и сейчас все хорошо. Вот так было и с армией, да и с наукой, да и с вузами, да и много с чем еще. Но ничего страшного. Самое страшное слово – это реформы. А дети ваши учились в России? В России, в России, в Москве. А я могу послать детей куда угодно – Лондон, Нью-Йорк, Париж. Они хорошо говорят на английском, у них нет никаких проблем с этим. Да и у меня нет, я все-таки бывший президент российского и еврейского конгресса. И, соответственно, очень хорошо знаю окружающий мир, можно послать в Израиль. Но я задал вопрос, они категорически оба отказались. Ну, молодцы. Какой нормальный вполне себе патриотизм? Другое дело… То есть они, я перебью, из патриотических соображений отказались? Они из-за какой-то конъюнктуры? Да какой конъюнктуры? Я не знаю. Вы знаете, у меня сын кончил самое, что ни на есть конъюнктурное заведение – Суриковку. В качестве искусствоведа. Диплом писал по керамике индейцев Мачика, что сильно изумило Суриковку. Насчет конъюнктуры – это забавно. А работает компьютерщиком, программистом, очень хорошим, сильным. Самоучкой. Ну, я же тоже не учился тому, чтобы создавать институт Ближнего Востока или корпорацию. Это все так получилось в рамках того, как получилось. А дочка кончила РГГУ, тогда еще блистательную школу психологии. Сейчас «врагушники», как его называют именно эту школу психологии, местное чиновничество уничтожает. Аккуратно и безжалостно. Хотя она имеет мировую славу. Ну, разводим руками, понимаем, что делать. Все в этом мире проходит. В том числе и научные школы. Все ваши родные единомышленники, то есть они разделяют вашего? Нет, нет единомышленников роднее. Я даю им полную свободу мышления. Вы знаете какую-нибудь жену, которая может являться единомышленником мужа своему? Ну, понятно, Надежда Константиновна Крупская, да, конечно. Ну, Ленин, потому что уже спокойно лежал в мавзолее, можно было быть единомышленником, не споря с мужем. А кроме этого, что значит единомышленник? Ну, человек, который разделяет ваши представления о прекрасном в политике, в геополитике, во внутренней политике. То есть я до такой степени похож на идиота, чтобы мучить жену и детей вопросами геополитики. Бывает же по-разному. Вы же знаете, что иногда нет согласия в семье. Иногда люди принимают позицию главы семьи. И иногда совершенно искренне... В политизированных семьях это семьи? Да нет. А у вас не политизированная семья просто потому, что образование такое получено? Нет, у меня нормальная семья. То есть это означает, что мы с глубоким уважением к женой относимся друг к другу и стараемся также относиться к детям. И, в общем, как-то особых претензий к ним я предъявить не могу. У меня там, может, не нравится вспыльчивый характер сына, но я сам очень вспыльчивый. Мой папа был очень вспыльчивый. Дедушки один был вспыльчивый, второй нет, но он погиб в войну. Прадедушки были вспыльчивы. Чего теперь с этим подел? Семейный. А про политику мы вообще с ними не говорим. Политика, как известно, по Черчиллю – это грязное занятие для пожилых мужчин. Вот мы с интересом на это все смотрим со стороны. Вы меня удивили, кстати, насчет вспыльчивости, потому что ваша манера такая известная, наверное, у меня уже, наверное, даже имя есть такая… Судоризм? Нисколько… Нет, она такая нисколько саркастическая, сколько такая ироническая с элементами такого все-таки маргинального, как мне кажется, Стёба. Мне трудно представить… Что вы вкладываете в слово «маргинальный»? Маргинальный – это бунж, наркоман, алкоголик на помойке. Это точное значение этого слова. Я схожу из того, что вся богема, она маргинальна просто по сути. Я не богем. Я прицепщик завода серого. У вас очень… Ваши тезисы, они на самом деле очень обсуждаются именно в той среде, которую принято называть богемной. То есть вы такой вот герой этой чашки, чашки Петри, в том числе. Вряд ли. Вы понимаете, богема меня в принципе не интересует. Я из другого заповедника. Я бывший инженер, бывший рабочий, зовут Серп и Молок, горячий в отцах. Бывший комиссар горштаба оперотрядов Москвы, первый за 25 лет еврей в этой структуре. Бывший сэмпай карате 40 килограмм тому назад. И бывший офицер запаса танковых войск, потому что я уж в танк-то не влезу, просто влюблю, что тебе поделал. Ушел с завода и сильно попух. И в этом качестве, ну, бывший президент российского еврейского конгресса. В чем здесь богема? На Серпе и Молоке. Я говорю, что вы герой богемы. Человек может быть абсолютно… Богемой? Ну, как мне кажется, из того, что я читаю. А богема это кто? А богемы – это криминалитет, это актеры, это люди искусства, которые не всегда в мейнстрим попадают. То есть это определенная как бы часть шоу-шоу-бизнеса. Но здесь получается, что вы мне вопрос… У вас шоу-бизнеса, ну, ничего страшного, считают, что вы на допросе. Нет, просто давайте мы определимся, политика – это шоу-бизнес или нет? Скажите мне, вот с вашей точки зрения. Нет. Во-первых, уголовный мир никогда не относился и никогда не будет относиться к криминалитет. Вот криминалитет – это не богема. Богема – это мир искусства. Да, конечно, это артисты, это писатели, это художники, которые не настоящие пахари. Настоящих пахарей нет времени быть богемой. Вред ли Акуджау или Городницкого можно было бы назвать богемой. Да и Бетховена с бахом. Мы уходим. Не уходим, не уходим. Или вы задаете точные вопросы, или всегда будете напарваться на очень серьезную встречу. Вопрос у меня такой. А криминалитет как богема, и я как герой богемы – это пестахоломис, то есть чушь. У меня очень много друзей, занимающихся реальной работой. В бизнесе, в производстве, неважно, от деревни до заводов. Это да, масса того, что называется творческая интеллигенция. А она точно не богема. Слово богема я вообще не очень уважаю, как и людей, относящихся к богеме. Поэтому вы мне точно не польстили. Я не очень знаю… Я не собирался. …чего верю. Нет, ну что, Господи, после маргинального точно верю. Но я никогда в жизни не встречался с тем, чтобы люди, которые относятся к богеме, каким-то образом интересовались мной, а я интересовался им. Ну, Ксения Собчак – это богема. Ну, и чего мне не интересоваться? Что же я с дуба рухну? Я не говорил, что вы ими интересуете. Я сказал, что… Они интересуются мной, и они никогда в жизни не проявлялись. Хорошо. Вопрос-то был такой. Что может заставить вас… Вы сказали, что вы вспыльчивый человек. Что может заставить вас вспылить? Вот когда-когда вы последний раз… Сегодня практически ничего. Дело в том, что я привык. В том числе у Владимира Рудольфовича Соловьева, с которым мы дружим, встречаться с людьми, которых, в общем, надо рвать на портянке. Быстро. Или, как говорится, на фашистский знак. Ну, вот просто смотришь на человека и понимаешь, что вот ты его взял бы добрыми руками, повернул ему немножко голову, шею свернул, и страна, а также и человечество избавилось бы от какой-нибудь редкой сволочи. Это есть некоторые категории политиков или околополитической дряни. На это есть некоторые отдельно взятые люди, полагающие себя писателем. Совершенно неважно. Они выступают как либералы, как консерваторы, как люди патриархальные и жутко патриотические. Ну, такое дрянцо, которое просто... Ау, его же нельзя обидеть. Оно гость моего друга. За каким-то своим чертом он этих людей приглашает в свои эфиры. Ну, знаете, как у Карабас-Барабаса был театр, и у него были разные куклы. Их снимали с гвоздика, вешали на гвоздик. И когда я к Володе прихожу на телевидение, ну, это уже одна из этих паттэч-шоу зверушек. А, соответственно, один гость может бить другого гостя только с разрешения хозяина. Но он же не разрешит. Я терплю. На второй части мы поговорим про еврейский вопрос. Вам знакомо и очень хорошо. То есть вы в курсе, что я еврей. Уже хорошо. Итак, еврейский вопрос. Ну, давайте еврейский ответ. Вот недалее, как позавчера прочитал в журнале Станислава Говорухина разворот журналиста Андрея Бабицкого. Тезис этого разворота, вообще выступления, можно свести к одной фразе. Журналист, и, видимо, у него есть единомышленники, считает, что любой еврей, будь это одесский, вашингтонский, парижский, московский, который сотрудничает с киевским режимом нынешним, он есть, ну, как там было сказано, иуда. То есть человек, который предал свои корни. Как вы считаете, это имеет право на существование такого рода трактовок? Смотрите, в еврейской истории был охотник за талмудами, феферкорн и великий инквизитор Тарквимада. Была масса выкрестов, которые сделали все возможное, чтобы евреев вообще не осталось. И их потомков, наиболее известными из которых в нашей стране, просто на слуху у многих, являются Шафаревич и Паркашов, как ни странно, фамилия которого. Иначе как Бен Раби Хаим Шмуэль просто не переводится. И понятно, что... Да, если я что-то говорю, то я очень уверен в этом. Проверял. У меня очень много друзей лингвистов, филологов, они проверили просто по всем языкам, которые могли к этому иметь отношение, и тюркским, и славянским. Есть стандартная еврейская аббревиатура «Баркас» или «Баркаш» или «Баркашов». Это в лондонском словаре еврейских фамилий присутствует. Значит, до революции кто-то перешел в христианство и, естественно, сильно поссорился, как всегда бывало, с народом своим. А есть какие-то люди вроде Галича или Меня, которые перешли в христианство, оставшись людьми порядочными и более чем приличными. В этой ситуации, ну как смотреть на еврея, которые взаимодействуют с режимом, для которого Бандера – герой, Шухевич – герой, Мельник – герой. Ну, конечно, они были национальными героями Украины. Да не дай бог, когда у Украины такие национальные герои. Кроме разницы в чем? Что одного аббрев курировал, второго гестапо, третьего СС. Крови там не то, что по колено, там крови по плечи. Волынская резина. Они же не только евреев убивали, они были честными. Они всех убивали. Поляков, украинцев, которые не разделяли их взгляды, русских. Вообще всех, всех, всех. Ну, во Львове вырезали древнюю общину, которую вообще мало кто знает. Вот львовские армяне. Ну, они там жили лет 600. Это удивительные истории. Ну, что теперь поделать? После этого, ну, можно, конечно, сотрудничать с этими людьми, можно становиться частью этого режима. Не проблема. Ну, просто надо понимать, что в этой ситуации мы возвращаемся к старым правилам игры времен Первой мировой войны, когда евреи совершенно спокойно друг друга надевали на штык. Кто за кайзера, кто за государя императора, за французскую республику или за британскую королеву. И в отношении этих людей, ну, что теперь поделать? Нет другого метода с ними общаться, если это убежденные люди. Есть конформисты, которые просто боятся за себя, за своих детей. Есть люди, которые закрывают на все глаза, лишь бы только не понимать, что они делают. Есть люди, которые вполне искренне ненавидят там Россию и Путина, вот просто потому, что они ненавидят. А иногда только Путина. А иногда, наоборот, Путина любят, потому что, ну, вот он как Сталин, крепкая рука. А Россия, ну, конечно, унтерменши. Бывает такое. Так что в данном случае неизвестный мне журналист Бобицкий, известного мне кинематографиста Говорухина в журнале пишет, с моей точки зрения вполне себе прав. Вы упомянули Сталина. Вы знаете, за последние 10, может быть, даже 15 лет неоднократно звучало из экранов телевизора и в радиоэфирах, и писалось в печатных СМИ, что лучше бы Сталин проиграл, выиграл бы Гитлер. И такого рода МО всегда озвучивают, как ни странно, именно евреи. Ну, там, Леонид Гозман и... Вы имейте в виду, что профессор Зубов еврей? Я вас разочарую, чисто русский человек. Зубов уже подхватил, как бы, вот этот тренд. Впервые я услышал... Не знаю, я услышал это не от людей. Я услышал это впервые от Гозмана. Это заявление делается эпатажа ради, или вы считаете, что действительно есть людей, которые подвергают сомнению Холокост? Потому что... Есть полно. Холокост? Да чего угодно еврей подвергнет сомнению. Есть евреи, которые полагают, говорят, что это всех в печке полили за их еврейские грехи, потому что в Боженьку не верили. Вот их Гитлер пришел и спалил, в том числе и детей. Что надо делать с этими людьми? Ну, отдельно этим. Ну, я таких встречал. И среди ультраортодоксов, и среди восточноеврейских лидеров, в том числе в Израиле. Человеку, когда у него никого там не было, ему очень легко говорить. А как? Тем более, мы говорили, вы народы. Легенда о том, что евреи умный народ, но она в основном в нееврейской среде родилась и циркулирует. Если евреи умный, то это Эйнштейн. А если еврей дурак, то это дурак большого масштаба. Я не намекаю здесь на Леню Гозмана или Бориса Борисовича Надежды, что вы ни в коем случае. Здесь ситуация-то проста. Сталин был редкая сволочь. Палач, убийца. Фантастический, легендарный. Чисто чингисхановским размахом. И во многом садист. И это есть факт. Сталин был великим государственным деятелем. И это тоже есть факт, как и Иван Грозный, и Чингисхан, и Петр, люди, оставившие позади себя горы трупов. И в этом плане у нас это просто свежо. Когда пройдет 50 лет, 100 лет, кто будет помнить о том, что его родственники или люди, которых он трепетно уважает, погибли в ГУЛАГе. Никто. Человечеству свойственно помнить величие и не помнить всю ту дикую кровь, которую это все сопровождало. Что касается, лучше бы Гитлер победил. Вы знаете, Гитлер был человеком некурящим. То есть, согласно Дмитрию Анатольевичу Медведеву, куда лучше, чем Сталин с его трубкой и Черчилль с его сигарой. Просто пример надо было брать с фюрера. Он боролся за здоровый образ жизни, был вегетарианцем, был вполне целомудрен. Смотрите на, опять же, сэра Уинстона или Иосифа Виссариановича и разведите руками. То есть, и чего я после этого должен симпатизировать Адольфу Алузовичу? Спасибо, не надо. В этом плане, ну вот у меня все воевали, половина семьи не вернулась с фронта. Очень часто с ними рядом воевали люди нехорошие, которые писали бумаги на фронтовых офицеров, и те погибали потом в ГУЛАГе, которые просто были мерзейшими. Ну вот посмотрите на роль капитана Милягио Войновича, да, в его солдате Чонкине и Начонкине. А с той стороны вполне мог быть интеллигентный профессор германистики или чего угодно. Но он был с той стороны. Поэтому единственная была задача прикончить его. Никакой другой задачи не было. Что поделать, если рядом была какая-нибудь сволота? Но она все равно с тобой в одном окопе. И пока она с тобой в одном окопе, но вы с ней на одной стороне. Это так работает. Все остальное – это сказки братьев Гримм. А теперь мы выйдем и объединимся, люди высокой интеллектуальной культуры против нехороших? Ну, конечно, проходило разное. НКВД сотрудничало с гестапо в короткий период между пактом Молотова-Риббентропа и началом войны. И, кстати говоря, за клевету на Третий Рейх люди садились и сидели весь свой срок. Уже когда немцы были под Москвой по открытым делам. Ведь за это надо было садиться, в том числе и вполне все известные люди. И далеко не все из них вышли, когда началась война. А сидели ровно по тем статьям, за которые казалось бы, что вы делаете, ребята? Ну, жизнь такая, как она есть. Такая очень подлая, жестокая, злая комедия. В которой выжил, ну, молодец. Спас кого-нибудь, вообще молодец. Ну, как было. В России, нынешней России, есть антисемитизм? Так он везде есть, где есть евреи. Еврея здесь есть. И везде есть, где нет евреев. Вон, в Японии все знают, что страшная секта Юдайдзин управляет миром. Никто не знает, кто такие Юдайдзин. Ну, немцы в войну как-то так подробно всем рассказали, японцы поверили. Нормальная кедра. Это наследие старых времен. Мы же народ древний. Это ничего хорошего не дает, кроме того, что накапливается исторический счет много к кому. Но все уже нет ни фараона, ни Ассирии, ни Римской империи, ни Селивкидов. Счет не оплачен, таким навсегда и останется. И в этом плане, конечно, в те времена, когда, ну, хотя бы евреи были десятью процентами населения Римской империи, постоянно воевали, восставали. Империя могла рухнуть, на самом деле, запросто. Во времена Тита, Веспасиана из-за всех этих восстаний, Марка Авреля, Адриана. Ну, да, вот вам жесткое антиеврейское законодательство. А потом так получилось, что раскололся иудаизм, и христианство выделилось, как некоторая отдельная религия. И тоже несколько первых веков, ну, скажем, тяжелой битвы за умы, после чего, почитайте, первые соборы, запрещение звать евреи, благословлять детей или поле, совершать брачные обычаи, запрещение христианам молиться в синагогах, это конкуренция, и жесткая конкуренция. Так она и в исламе была. Посмотрите на толщину Ветхого Завета и Нового Завета. Первоисточники, тем более, еще те. Да Иисус был вполне персонажем еврейской традиции, религиозной, общечеловеческой. И в этом плане, ну, вот, отцы и дети. И отсюда в огромной мере антисемитизм, который мы наблюдаем на планете, и масса легенд, и мифов, и много чего другого. Это во-первых. Во-вторых, ортодоксальные евреи, евреи же вообще не рубль, не доллар, он не обязан никому нравиться. Ультра-ортодоксальный еврей, если он не отсюда, но он вызывает тяжелую ксенофобию. Ну, реально тяжелую ксенофобию, потому что один из наших двух главных раввинов, он сильно не отсюда. Президент его любит. Ну, имеет право любить, кого хочет, там, ходить в ту синагогу или церковь, куда ходит. Ну, ходит. Ну, я почем знаю, почему он именно туда ходит и именно с ним дружит. Имеет право, имеет. Вызывает ли он антисемитизм, в том числе, там, у евреев? Вызывает. Жизнь по делу. Карма такая. Вы сталкивались когда-нибудь в жизни с антисемитизмом? Ну, бытовым, я имею в виду, не государственным. Нет, конечно. И в школе, и как угодно ты с ним. А как с ним можно не столкнуться? Ну, может, случайный. Если вы жили в республиках или где-нибудь в Сибири, то да, вот все, что мне рассказывают, что где-нибудь в Баку не очень разбирали, кто тут еврей, кто русский, кто армянин, кто азербайджанец. До сунгаидских событий вообще как-то это было не очень. Если ты живешь в Сибири, да не все приехали, ну, какая разница, приехал и приехал. На Урале, в Сибири. А если ты живешь на Украине? А если ты живешь где-нибудь в Ленинграде особенно сильно, в Минске, в Питере? Возможно, потому что было два высших училища госбезопасности с их тяжелыми антисемитскими мифами. Я не очень понимаю, почему Путин в данном случае не антисемит. Ну, странно бывает такое. Вы вспомните историю, как после войны убиралось еврейское руководство отовсюду, из армии. Как это происходило в НКВД. Ну, жесткая конкуренция. Что вы хотите? Жили-были еврейчики. Это было только вот этими мотивами? Огромной мере все, что происходит в мире, объясняется межвидовой или внутривидовой конкуренцией. В том числе в кадровом вопросе, в том числе в политике. У нас формально не было антисемитизма. Но была, правда, поговорка про то, что человек проходит как хозяин между горы и северных морей, если он, конечно, не еврей. При этом было всем известно, сколько евреев можно принимать, а сколько нельзя, куда можно, куда нельзя, на какие факультеты, с какими... Да я столкнулся в том же Сталии и Сплавов, хотя казалось бы. Чего уж там. Там были квоты? Конечно. Везде были квоты. Или был преподаватель, который... А у вас пятый пункт был в паспорте? Я еврей-еврей. Я не перс, не осетин, как Хазанов. И вообще говоря, как-то никогда особо не заморачивался на эту тему. И чего? Поэтому, ну, бывало разное. Пожимаешь плечами, в какой-то момент подрастаешь. Ну, было в школу пару шпанят, которые очень волновало еврейское происхождение. А с того момент, как учишься по уху не промахиваться, удивительно быстро все проходит. Сказали, в торец. Все замечательно. А вы занимались каким-то видом спорта? Или это была просто вот... Во-первых, каратэ. Дворовая. А, то есть вы каратэ знаете? В советское время это достаточно экзотическое было. Ничего у меня там не было экзотического. Уже в 78-м году официально стало. Через полгода после того, как занялся. Потом запретили, посадили наших нескольких учителей крупных. Вот штурмин свой отсидел. Тем не менее. Ну, у меня, да, школа была Сане, штурминская, как раз вполне себе. А кроме того, я же металл. И со мной рядом были ребята, которые с заводских кварталов пришли. Я до сих пор очень хорошо знаю, какого диаметра арматура нужно, чтобы хребет перебить, какой проткнуть, какой череп проломить. И в этом качестве. У меня совершенно все равно. Настолько вот фиолетово. Антисемитчик, не антисемит. Ну, если он это предъявит, он и гребет. Ну, не предъявит, ну, пусть дышит. Еще господи. А вы с кем-нибудь вообще общаетесь из ваших сокурсников? Конечно, мы дружим со всеми. Многие у меня работают в корпорации. Мы создали с моими одноклассниками по институту. С теми, с кем вот развела судьба. Они разбежались в разные города очень. Многие нашлись как раз на одноклассниках. Вот тех самых одноклассников. А вы говорили, что вы про соцсети ничего не знаете. А я про них ничего и не знаю. Меня дочка, которая знает, завела от моего имени одноклассники и ВКонтакте. Там я общаюсь реально с одноклассниками из моей школы. Мы все собираемся там несколько раз в год. Или с ребятами из института. Или, ну, есть те, кто у меня уже учился. Я уж в 19-й год преподаю в Институте страны Азии и Африки. МГУ. Ну, вот надысь сподобился профессор, получается, что забавно. И, соответственно, вот там я иногда прихожу. При этом я вдруг обнаружил на сети ВКонтакте, что там какая-то группа добровольных почитателей собирает эфиры, радиоэфиры, телеэфиры и размещает. Как они оказались, вот именно на моем ресурсе, не знаю. Ну, посмотрел, гадостей никаких. Вроде не пишут, ну и хорошо. Но все, что вообще там... У меня нет блога, твиттера, фейсбука, ютуба, черта, дьявола. Ну, как же он, если ваше... От моего имени много чего открыто теми же людьми, которые... Или другими. Но поскольку, опять, я ничего не делаю, кроме как размещают там то, что я где-то говорю под камеру или под микрофон, то мне это совершенно фиолетово. Мне это показывали, потому что я же не могу зайти на фейсбук. Там очень смешно, когда книгу подписываю, вот у меня там 9 книг, да, ну, 10-ю пишу. Подписываешь книгу очередную, где-нибудь на выставке яркий, заходит человек и говорит, я ваш друг на фейсбуке. Да нет у меня на фейсбуке. Или, а вы меня вот удалили из друзей. Что бы это значило? Я, может, и рад, но я не могу ни удалить, ни привлечь. Ну, карма такая, опять же, что делать? Ну, такое явление природы. Это как ветер. Вот несет сейчас за окнами осеннюю листву. Чего вы можете сделать? Ничего. Ну, пусть несет. Хорошо. С осенней листвой мы ничего не можем сделать, но я хотел бы к финалу вернуться с того, с чего мы начали. Можем ли мы что-то сделать с теми негативными тенденциями, которые вы описали, что все плохо, все разрушается, то доворовывается. Я не говорю, что все плохо. Так, уже отрадно. Что хорошо? Тогда что у нас хорошо и отрадно. Что, во-первых, хорошо, что мы все умрем. Жесткая вертикаль власти, негибкая. Значит, что очень короткая кадровая линейка и не очень понятно, как меняется все. Ну, у нас по-имперски назначили. Будешь. Власть можно или захватить, как много раз было. Ну, собственно говоря, Хрущев был первый, кого свергли, но не убили. Горбачев первый, кого свергли, но не посадили. А Путин первый, который вообще сам ушел, отдав власть Медведеву. А потом вернулся, ну, так возвращался и Бен-Гурион, и Черчилль, и Деголь. Это как раз стандартный механизм. Здесь-то плакаться нечего. Поэтому с точки зрения там кровавости режима, ну, он в личном качестве так вообще ангел. Более чем умеренный. Это говорю совершенно серьезно. Но закономерности-то исторически такие, что наверх в этой проруби всплывает только вполне понятная субстанция, там поверху плавает. И когда, если у вас кадровая линейка маленькая, то может быть так, что никого сверху, кроме людей, которые все гребут под себя, уже и не останется. И если у полковников находят в общаках миллиарды, то, в общем, у генералов больше. А у тех, кто над генералами, так совсем дофига. А страна же не резиновая. Всех много, а всего мало, и всего на всех не хватает. В этом плане, да, развалиться может. Но параллельно, как было во все времена, как было при Гуннах и при развале Римской империи или Китайской империи. Есть люди, которые все сжирают и уничтожают на своем пути. Они как крысы. А есть бобры, они так строят хатки. Разные. В науке, в бизнесе и вообще в стране. Типаж такой. Крыса не развивает сыроваренную промышленность. Она жрет сыр. Совершенно не ее задача смотреть на удой коровы или на тем вообще правильная отчетность по сырам. Или это все подделка и сыр из пальмового масла. Бобры, он так устроенный. Воровать ему неинтересно, скучно. Он, ну вот мне неинтересно воровать. Ну что я могу с собой? Ну сам дурак, знаю. Ну такое. И в этом плане, ну забивая жизнь работой. Преподаванием, книгами, вот с вами говорю. Значит, средствами массовой информации, металлургической корпорации. Просто какими будут планирующими. Мы будем надеяться на победу бобров. В таком случае на поражение крышей. Надежды вечные. Да, сбылись бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова